Доброе утро коллеги с вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день 13 июля четверг и давайте посмотрим что на текущий момент у нас происходит по основным инструментом а вчера по паре евро доллар мы вновь видели обновление локальных максимумов доходили до отметки 1 14 87 но концу второй половины торговой сессии пара скорректировалась но уйти ниже отметки минимальные значения которые были зафиксированы 11 июля пара не смогла поэтому на текущий момент тенденция на укрепление евро остается также в приоритете на текущий момент ближайшая цель это движение в области 1 15 далее 1 16 а пары британский фунт американский доллар сегодня с утра пытается восстановиться пытается закрепиться выше максимальных значений которые были отмечены вчера 12 июля и если это удастся это отметка 12907 то вполне вероятно мы сможем увидеть движение уже в область 1 30 то есть возврат к восходящему движению по паре британский фунт американский доллар отмена данного сценария произойдет в том случае если мы увидим обновление локальных минимумов тех значений которые были зафиксированы вчера в области 1 28 10 пара австралийский доллар американский доллар реально реализовала предыдущий сценарий это движение в сопротивление 77 0 8 77 ровно напомню что на этой неделе мы стали отслеживать выход из коррекции завершения коррекционного движения и ближайшая цель было движение в область 77 а на текущий момент ключевая область сопротивления находится в области отметки 77 20 77 30 именно туда сейчас идет пара австралийский доллар американский доллар закрепление выше данных уровня сопротивления уже откроет предпосылки на дальнейший рост в области 78 и 79 пара американский доллар японская иена корректируется эта коррекция началась несколько торговых сессий назад когда мы увидели уход ниже минимальных значений на 10 июля это отметка в области 113 87 и на текущий момент в рамках краткосрочной тенденции мы видим нисходящее движение среднесрочный уровень по данной паре мы можем отметить в области минимальных значений 112 78 если пара уйдет ниже этих значений то и в среднесрочной перспективе мы сможем увидеть падение американского доллара против японской иены пара американский доллар канадский доллар продолжает свое нисходящее движение вчера вновь и вновлю локальный минимум доходили до отметки 1 26 79 и на текущем тенденция нисходящий сохраняются по на данной паре а ближайший разворотный уровень по данному инструменту находится в области максимальных значений, которые были зафиксированы вчера, это отметка 1.2939. Пара евро-фунт на фоне укрепления британского фунта по отношению к американскому доллару вчера скорректировалась, мы увидели уход к уровню 88.36, на текущем тенденции на укрепление сохраняются, но если в свою очередь мы увидим закрепление ниже минимальных значений, которые были вчера, это отметка 88.36, то вероятно начало коррекционного нисходящего движения по данной паре. Основное направление остается на укрепление. Также на этой неделе по золоту мы стали отмечать начало коррекционного восходящего движения, после ухода выше максимальных значений, которые были 10 июля, это отметка 1215 долларов за тройскую унцию, и на текущий момент данный сценарий он сохраняется. Ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях, которые были зафиксированы вчера, это область 1213 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent 11 июля пробило максимальные значения предыдущей торговой сессии, именно 10 июля, и мы увидели начало коррекционного восходящего движения по данному активу. Уход ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера, вернут нас к продажам по нефти марки Brent. DAX вчера смог закрепиться выше максимальных значений последних нескольких недель, это отметка 12500, и на текущий момент в рамках краткосрочной перспективы мы видим продолжение роста по индексу DAX. Напомню, что после преодоления, после обновления локальных максимумов, фактически исторических максимумов по индексу DAX в области 12950, индекс DAX ушел в коррекцию, уйдя ниже минимальных значений в области 12500, а сейчас мы видим коррекционно восходящее движение по данному инструменту, но пока основное направление остается на ослабление в рамках среднесрочной перспективы. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, с вами был Исааков Роман, как всегда ваши вопросы оставляйте под видео, если вам оно понравилось, если оно было полезно, ставьте лайк и увидимся уже на нашем вебинаре, который пройдет в понедельник в 19.30 и на наших следующих обзорах уже на предстоящей неделе. Всем спасибо за внимание и до свидания.